итак начало композиции это вступление самое распространенное вступление это джазовая каденция кто кто из вас был на прошлом семинаре посвященной как раз моей новой работе введение в джазовой гармонии которая написана на основе джазовой гармонической каденции то есть перед началом темы звучит может звучать такое вступление или звучит может звучать по-другому в первом случае я играл в страйде это такой более разряженный ритм во втором случае я играл в свинги это может быть вступление в стиле босанова и здесь уже другие традиции или так или самбо это уже можно сказать босанова быстром темпе у самбы в огромное количество ритмических моделей ритмические модели то что гитарист играя пальцами создает очень интересные такие ритмические опоры или допустим это уже быстрый темп это уже сам то есть вступление настраивает на дают темп настраивать на тональность и после этого вступает солист дальше события развиваются таким образом что звучит тема сегодня вы все это услышите живую но сначала набросаю схему звучит тема и компаниятор должен как бы немножко сделать уступить солисту звуковое пространство и создать хорошую базу ритмическую и гармоническую то есть аккомпанемент становится таким более функционально вот начинается импровизация если играл допустим в таком в такой манере ты можешь поменять на ритм шаффл когда идет к каждая четверть ты можешь зависимость от того что играет солист уходить или сказать наоборот помогать солисту и каждый раз нужно находить какие-то может быть или под играть какую-то мелодическую линию здесь хорошо помогают возможность играть в аккомпанементе так называемый контрапункт по струнное голосовиде но я все играю в мажорных тональностях но есть и минорные конечно тональности они тоже очень интересные допустим такое может быть вступление и в каждом аккорде можно находить еще и голосовидение и тут уже появляется более сложный момент когда гитаристу аккомпаниатору нужно самому провести разработку импровизацию конечно для гитариста эта задача намного сложнее чем для пианиста просто можно себе представить что пианиста сколько в игре участвует пальцев и левая рука может держать бас аккомпанемента право играть импровизацию то у гитариста в два с половиной раза меньше пальцев участвует в игре потому что четыре пальца в правой руке и 4 на левой руке который прижимает поэтому аккомпаниатор может использовать как мелодические линии или аккордовые обладая хорошей аккордовой техникой можно сыграть хорошую импровизацию сегодняшнем семинаре как вы уже успели заметить я не использую никакой литературы нотной это семинар для для того чтобы немножко играется подтолкнуть слух и увидеть услышать как это делается возможно у кого-то возникнет возникнут идеи это попробовать это этому учиться можно всю жизнь и всю жизнь развиваться находить какие-то все новые и новые горизонты возможности гитара в этом смысле огромные не ограничены и так проходит разработка и снова звучит тема и окончание композиции она может быть также сыграна на каденции или так называемых вертушках допустим и эти окончания так называю хвосты они могут длиться довольно долго если солист захочет долго не уходить импровизировать все в джазе очень многое решается в момент исполнения на на сцене если только не специально аранжированная музыка где все от и до прописано и отрепетировано в этом смысле в джазовых клубах всегда можно услышать именно такую музыку которую музыканты заготавливает как тему определенной тональности все остальное рождается на ваших глазах я сейчас хочу пригласить сюда на сцену моего коллегу и великолепного музыканта я считаю что лучшего музыканта в нашей стране и музыканта который я просто могу слушать бесконечно с огромным удовольствием это александр радостский и Продолжение следует...